здарова всем дочь челленджер это самый мощный автомобиль который у нас был на тест драйве за всю историю канала это самый мощный автомобиль который был у нас вы на этом аэродроме на это взлетки и собственно говоря наконец вам в гостях я конечно понимаю что есть люди которые едет этих автомобилях каждый день ездит на автомобилях которые даже гораздо мощнее чем наш dodge но тем не менее мы живем в глуши вот город кировск и скажем так такие гости к нам получается как ну редкость причем даже мало того редкость у нас таких автомобилей просто нету этот дочь челленджер много фанатов настоящий американец хороший звук большие объемы но самое главное что допустим для меня какой интерес вызывает у этого автомобиля это то что это халкет это максимально заряженная версия где в стоке 717 лошадиных сил выставляете на заднем приводе сейчас конечно по своей прокатимся я также попрошу прокатиться владельца который просто понимает адекватно как и что включать то есть лаунчи заслонки на выхлоп и так далее мне интересно вам передать то скажем так эмоциональное состояние если бы допустим вы также знакомились с этим автомобилем просто да вы пускайте будет мой ровесник или допустим ты помоложе вот такую машину дать тебе допустим наш аэропорт просто покататься скажем на ключи владелец допустим там остался спасибо конечно за тачку я уже походил прокатился очень и очень много вещей которые я вижу первый раз в жизни то есть вот как машины выглядят сбоку у нее достаточно непривычные черты как сзади как из перед так и сбоку большие черные диски на 20 у нас получается купе причем купе тяжелое и реально очень длинное 520 длине посмотрите на этот дизайн я конечно наш туда тюнинг полосочки там спойлер но есть так разобраться это реально красиво на сегодняшний день это очень вызывающе то есть очень непривычный силуэт двойной выхлоп все хорошо хорошее звучание у нас получается безрамочные стекла при опускающие при нажатии на соответственно также есть бесключевой доступ то есть хорошая комплектация пацаны вы посмотрите сюда знаете вот наверное вот это надо попробовать не то что там и привыкли какие-то картинки виде да какие-то возможно посты там вконтакте у кого-то на страничке что он где-то в москве встретил да вот так вот облокотился сфоткался быстро как будто бы знаешь ну по красоте это реально очень и очень необычный автомобиль во всех его начала я конечно понимаю что этот кузов допустим да в данном случае у нас допустим идет с 15 года но по сути у них база одна и та же то есть получается что люди конечно же в тюнинге очень и очень разнообразные то есть они меняют внешность меняют двигателя это реально просто площадка для тюнинга причем ну если допустим вы ездите на тазах это непозволительная роскошь это очень и очень дорого и естественно это все взяться с америке фары вы посмотрите это просто эпоха ну хорошо ладно нас просто есть решетка это отверстие но суть такая что вообще не должен быть воздуха забор допустим для того чтобы двигатель пытался у нас получается воздуха в но это получается просто линзованая оптика с английскими глазками так вот я сейчас открою капот и покажи почему собственно говоря там отверстие хоть машинке необычная но открывается допустим подкапот а пространствы и допустим даже салона все как и везде так открываем смотрим смотрим у нас получается вот он srt хэми супер чайзер все шильдики которые были свое время придуманы все они здесь также у нас вот получается стоит тот самый нулевик то есть вот в таком вот именно виде только лишь поэтому у нас как бы получается что забор воздуха идет именно вот с этого пространства то есть нет как таковой симметрии там просто восставил бы допустим заглушка надпись srt красивый объезд здесь спойлер задний привод маленький клиренс 13 сантиметров но так и сорваться самое то что интересно для нас для тех людей которые смотрят данное видео это конечно же вот этот двигатель 717 лошадиных сил в стоке понятное дело что на кузов становится достаточно много двигателей но нашем случае это 6 и 2 компрессор 717 только только стоит вдуматься в это ну понятное дело что есть как обычно небольшой тюнинг это нулевик выбитые катализаторы но немножко небольшая эта настройка получилось 750 лошадиных сил вы представляете причем самый прикол какой вот допустим есть ключи такие да знаете есть допустим ключ красный до срт есть черный в зависимости от того какой ты взял ключ красный сегодня да ты и черный и сел автомобиль от этого зависит твои лошадиные силы то есть 500 или 750 к нашем случае круто несомненно классно также есть конечно кнопки переключающиеся режима мощности но тем не менее очень и очень конечно все чисто все сухо и на самом деле очень даже красиво то есть 1 бачок да я так понимаю что у нас идет антифриз 2 бачок на антифриз ну хорошо вода здесь на датчики там до мрв и так далее один дроссель вы посмотрите какой ремень я вот это вижу первый раз жизни дал много рычаговый но последствия разобраться с ней какая толщина то есть у нас получается крутит сам компрессор ну и принципе здесь необычно вы ничего не увидите принципе как и во всех пускай там даже японских или европейских вариантах я имею ду побед по навестному самое главное конечно это сердце и многие понятно делаю тюнингуют вешают другие шкивы и добавляют мощность также понятное дело программное обеспечение в нашем случае допустим если брать наш двигатель то программно делает это поймаешь только в америке по крайней мере отправлять им мозги там они как-то это дело делают в данном случае увеличение мощности идет по навесному и так идем далее посмотрите какие суппорта ну понятно это брембо да там буковка о просто здоровенный причем также они собранные также к у нас на каене то есть это но пускай да выглядит это все хорошо хорошо тормозит но самое интересное это конечно же цена вот допустим у нас есть такой атрибут фуэл да чисто американская тема где-то открываешь вот получается просто заливная горловина добычно ну багажник давайте проверим куда понятно дело что машина используется ну как бы не для того чтобы ты что-то перевозил но тем не менее открываешь смотришь он реально большой все нормально но смотрите какой здесь пространство то есть получается что-то напоминает какую-то mazda тройку да в кузове допустим хэтчбэк там тоже такой большой бампер здесь он еще больше в два раза хорошо ладно неудобно загружать неудобно выгружать какие-то вещи но теме машина не для этого создавалась открываем 2 саб бухера но аккумулятор сзади находится harman kardon ну и соответственно какие-то предохранители капсуле и так далее то есть принципе место как бы докатки или запаски но заняты именно вот таким атрибутами это конечно все зависит от комплектации а так по сути обычный материал карпет который так вот шевелится как на японцев то есть принципе ничего страшного но вот ручка когда американцев чтобы открывать и багажника допустим если ты там застрял нечаянно принципе все то есть багажник обычный по это делается самый цимус от камера спойлили самый цимус это так эта машина заводишь ну чё выхлоп регулируется заслонкой он очень громкий причем громкий даже просто на холостых реально надо громко разговаривать у нас вот такая типа light оптика до кругообзорная все я больше чем уверен что если ты допустим хотел бы приобрести такой автомобиль если имеешь реально нормальные суммы а сумма колеблется очень и очень так скажем обширно опять же из-за года двигателя и пробега если ты просто даже на есть где-то стоишь рядом и завелся такой автомобиль ты уже по-любому будешь не безразличен у нас выхлоп кстати стоковый ну чё эта машина создана для того чтобы просто кататься понимаете поэтому давайте не будет скажем так долго задерживаться и поедем прокатимся открываешь дверь alpine sound system два стеклоподъемника автоматически все в коже про строчка все нормально естественно здесь у нас боковая поддержка ярко выраженная это алькантара кожа airbag и так далее хорошо ладно отодвигаем сиденья причем просто ноги нагинаем они отодвигаем и у нас получается вот такой доступ задних сидений что мы можем вытащить можно вытащить вот на задние получается диван нет состояние конечно все этого видно что здесь просто-напросто наверняка жить никто не катался а так очень и очень мало места и самое печальное это то что есть все черное то есть тот человек который сзади сидит вот в это окошко будет на блядь реально можно заболеть болезнью каустрофобией а так все как обычно вот на два подстаканника здесь дефлектора допустим для обдува ну и принципе все сразу чувствуется да хоть это и куперка машина очень и очень длинная в обслуживании это подкапотное пространство то есть имеется ввиду с салона морда причем ярко выраженная с дефлекторами и очень и очень далеко видно то есть машина реально видно что здоровенная очень удобно кстати сидеть я сижу в развалку сиденья просто классная она реально длинная то есть если сзади понятное дело что другой будет комфорт за рулем видно что машина делала все-таки для водителя сидишь с рт хром куча кнопок здесь у нас уже жека дисплей то есть это все дело в милях у нас получается максимум 200 миль можно тоже разогнать а по спидоментру имеется здесь тоже жека здесь нас вот получается launch с рт вот коробка перечко ранд это тоже очень удобная в общем сам по себе дизайн реально очень крутой все в карбоне кнопка старт-стоп подрулевые лепестки короче тут такая что вот у нас с рт это круто реально круто нажимаешь у нас высвечивается вот такой диапазон нажимаешь здесь здесь включаешь заслонку да здесь включает допустим мощность захотел 500 стала 500 захотел 700 стала плюс 700 из получается трансмиссии регулируется и так далее вообще если мало каких-то определенных режимов автомобиль по это дело что можешь просто сидеть и баловаться ночью на ней травки вот стекла закрыты . вся шатается конечно не передать как машина ревет у нас даже какой-то эхо вот так давай не на я знаю но соседи нара просто реально будут негодовать и стыкать не будешь утром машину туда водить так включаем драйв так песок на давай хорошо объедем его я нажимаю но на 1 сантиметр максимум педали машина хоть и тяжеленная но едет она очень и очень хорошо давай прокатимся посмотри допустим если ты рядовой если ты допустим просто сел автомобиль для тебя на гоночке не покажется и какой-то юркой там и так далее пока ты естественно не нажмешь газ то есть она обычная улица про лёшкина примерно то же самое что фокус 2 реально то есть нет такого какой-то найти острого острого руля на разгонимся посильнее люди конечно смоют и конечно в неудомевании что за машина вообще едет просто монстр но реально зверь какой-то с таким ревом и с такой внешностью сотка газ пол почувствовал как раз качала просто ужас да это надо почувствовать это не передать короче это со 100 просто получается нажимаешь газ пол машина ускоряется такое ощущение что ты на 35 камри с места нажимаешь газ по примеру то же самое то есть у него подхват просто неимоверный реально 6 и 2 на компрессор это просто если подумать даже представляете про расход топлива я кстати улете не спрашивал мне он не интересен я думаю что такие машины когда покупают то есть даже не париться за то что там где-то надо заправлять или какой-то специальный бензин нет принципе все нормально может 95 чуть ли не делал второй как говорят некоторые но тем не менее эта машина специально для того чтобы ты просто-напросто вкладывал в нее деньги но естественно душу в любом случае все эти тачки они мало-мальски но они тюнингованы знаете самый какой обидный прикол да понятно дело что все люди живут по-разному у всех разные достатки разные опять же приоритеты до покупки каких-то автомобилей но я вот еду сейчас и я понимаю что встречу раз я сяду в автомобиль где допустим больше 700 лошадиных сил это будет не скоро опять же это машина как это будет это драйве а представляешь если машина это владеешь твоя машина тот челленджи сколько вашей сил 750 плюс просто что кому это 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 реально но это нет это не подвергается с объяснением едешь такую потихоньку до едешь такой сотку потихонечку не спеша что такое короче вот просто нажимаешь газа 2 сантиметра у тебя скорость со 100 до 150 моментальная по заявленным техническим характеристикам по паспортным эта машина ей за три с половиной секунды на задней приводе кстати этот же самый двигатель ставится на джип срт трек ход который также сейчас на ютюбе популярный и модный автомобиль где пока люди покупают его да естественно начинает с кем-то состязаться если брать вот этот автомобиль если брать то же самое джип с рт то если брать ценовую политику то эти машины в тюни подвергается гораздо дешевле чем брать какие-то бмв опять же коробка восьмиступенчатая zf какая-то прям горят самое лучшее которое не ломается который выдерживает чуть ли там не полторы тысячи вашей сил короче вот к этим машинам есть по это дело какие-то вопросы в плане каких-то слабых мест но они обычно в интернете не опубликовываются то есть эти машины даже если какие-то есть недостатки какие-то изъяны где-то что-то не понравилось владельцы где-то на каком-то месте пускай жесткая самое главное даже никто даже не париться за задний привод никто не пишет что а и задний привод как я буду зимой эта машина не для этого то есть и когда покупаешь ты уже соответственно понимаешь что все тут даже вот бетон ты просто буксуешь на 100 настолько мы 100 километров нажимаешь газ ты буксуешь по это дело что есть немножко неровная поверхность да это сейчас гоняться у тебя просто колеса отрывается от земли давай 200 причем я нажал реально полгаза из-за того что дорога неровная машина постоянно рыщет какой-то новый путь путь ее раскачивает то есть понятное дело что да вроде стоят 20 колес и большой у нас сам диаметр дисков но тем не менее если брать машину по подвеске она реально валкая серьезно примерное сравнение наверно все-таки с фокус 2 пускай круж какой-то там шевроле и так далее то есть я думаю что если сейчас на фокусе на втором здесь ехали 200 было примерно то же самое могу сказать смело что владельцу андрюхи очень повезло что у него есть такой автомобиль докаж понимаешь что в жизни все переедается да но тем не менее эмоции думаю что он получает каждый день кстати такая машина у тебя на каждый день никто-то дал прокатиться не в аренду а твоя машина и причем не только катаешься но еще заправляющий также ремонтируешь и вкладываешь в тюнинг деньги то есть это просто какая-то эпоха наука где человек живет своей жизни получается это надо влюбиться реально влюбиться но прокатиться стоит пацаны если есть возможность поэта дело что андрюха вам тачку не даст это но тем не менее если есть возможность пацаны прокатитесь вы просто будете офигевлены я даже не знаю что вот сейчас хорошо 756 сил мы сейчас сделали тест драйв покатались то есть что получается встречу раз приезжает другой ну такой же автомобиль на другом двигателе но будет без компрессора я уже не буду а ахать что ли так получается стать как человек быстро прижирается приедается все 750 сушеных сил я тебе же хочу чтобы ты еще было я уже хочу прокатиться на автойме где тысяча лошадиных сил я сейчас естественно так просто представить не могу это ведь 10 надо к только на права сдавали мимо проезжал honda аккорд мы такие о 24 там все валит едет там так далее про 300 никто не мог даже мечтать а сейчас на 300 лошадиных сил катаемся каждый день и нам этого мало это ни о чем они не едут вот вот эта машина едет на если на и каждый не будешь кататься обстоятельства для тебя тоже уже не будут ехать по-любому так оно и есть все роте приедет кто-то полноприводный да опять же тоже джип с рт из места те на три корпуса накажет а догонять его станешь потом я предлагаю смотрите как сделать вот пацаны наш гольф бэха парни общается так вот сделано куртки андрюха сид чем стоит точнее чем машина я предлагаю все-таки ему машину может быть не так жалко как мне допустим да это же она его то есть он может делать не все что хочет предлагаю я сяду сбоку коля сядет сзади с камерой и поднимаем и он нас прокатит как машина должна ехать тогда когда она реально твоя они на тест драйве она после 100 получается из-за этого покрытия буксует это проворачивается кольцо из кажется таки подергивание иногда это не его нет ничего не делали вот только так разгон делались на самом деле вот такие ускорения на самой мягкой подвески жесткая подвеска не дает такого ускорения потому что вот демон который сделали они сделали на 70 процентов мягче подвеску чем здесь чтобы вставал на задние колеса из-за этого получился у него такой старт 2.1 толстан он стартой наклеен можно на механике можно я включил трека трек режим это для трека мы просто когда ехали у нас прям точку так раскачивала то есть это получается настройках можно сделать обычно режима получается режим трек спорт кастом дефолт эко режим кастом режим вот можно любой чего хочешь выставить там 500 сил можно поставить можно на трансмиссию спорт в трек поставить рычажки включить патрулевые отключить трекшн в спорт в стрит но в трек либо вообще отключить трекшн всегда букс адский и подвеска спорт стрит трек ты пользуешь вообще чем нибудь этим всегда то есть помогает конечно убираешь режим и смотришь на каком он уже проедет так в принципе сейчас будут у нас эти спринты в воскресенье соревнования там тоже пока там убираешь режим тебя мощности мало я уже нажимаю в голову хочется посильнее да хочется больше зацепа и больше мощности зацеп да вот сейчас с колесами разбираюсь знаете 20 ставить семнашки на на сликах усер резину назад драгом пошире колесики соответственно и ролик на компрессор подкинем форсунки другие не будет первый стоять что такое ну легкое увеличение мощности сколько будет лошадь отсутки слушать давайте на пробор компьютера показала 27 расход по трассе то есть это нормально на трассе десятка была здесь уже понажимал повысить но в городе а в городе в городе сколько в городе если мимо есть там века режим включаешь если он сам он там 6 до 16 литров городе ясно 16 если валить до 25 сейчас мы едем он максимально 25 хотя вот если включать режим трек расход литр на километр парни приехали в гараж уже обстановка так скажем уютная отдышались и вот какие собственно говоря можно сделать выводы все равно даже те же самые 750 нашими сил как опять же заявляет сам владелец гид на неделю максимум то есть равно всегда всегда хочется больше быстрее и так далее это смысл и стимул весь всей нашей жизни вот такие дела то есть для кого-то что-то новенькое а тоже для кого уже как бы кажется что новенькое уже стало стареньким то есть всегда хочется вроде как-то двигаться вперед тем более сами прекрасно понимаете что эти машины покупает для того что опять же испытывать наслаждение от грохота выхлопа материальный грохот но и также понятное дело от разгона то есть тюнинг тюнинг и еще раз тюнинг всегда чего-то мало в общем не машина понравилась это реально впечатление на всю жизнь в будущем если была такая машина конечно же я просто просто бы наверное меньше бы сидел в гараже кого елгайки просто бы катался и серии выходили бы реже с нашими проектами жизнь продолжается каен ремонтируется гольф получается уже тоже ремонтируется всем спасибо всем пока